Приветствую вас Игорь, давайте разберем ваш вопрос, и постараемся найти ответ на него. Год назад я встретил женщину 40+, одинокая, живет со взрослой дочкой. Официально замужем не была, не имеет понятия, что такое своя семья, то есть не было мужем. Посмотрите, если у человека не было семьи, то скорее всего это значит, что близких отношений она боится. Она боится сближаться, условно говоря, боится там какой-то ответственности, ну, в отношениях. И совершенно очевидно, что если у человека есть дочь и никогда не было семьи, то есть определенные, постоянные, что важно, факторы, влияющие на то, как она воспринимает потенциальных партнеров и как она строит отношения с ними. Это очень важно понимать. То есть, чего вы ждете от человека 40 лет, привыкшего жить в одиночество, ну, без мужчины, я имею ввиду. Не совсем понятно. Нет, конечно, вы можете ждать, что именно с вами она поменяется и именно с вами она будет вести себя по-другому. Ну, давайте смотреть правду в глаза, чтобы человеку 40 лет измениться, нужно этого хотеть. Здесь есть все основания. Я полагаю, что у нее есть достаточно четкая модель поведения, достаточно очевидная модель поведения, которую она, соответственно, придерживает. Плохая или хорошая эта модель поведения, мне здесь не обсуждали. Мужчин было хоть отбавляй ее жизни. Здесь, честно говоря, в этом моменте у меня сразу возникло ощущение, что вы ревнуете в этом моменте. У меня сразу возникло чувство, что вы как будто сравниваете себя с другими мужчинами, вот, что вы не очень уверены в себе и в дальнейшем, к сожалению, данное, ну, данное мое предположение, оно только лишь подтвердится. То есть, вас почему-то вот волнует эта история, что в ее жизни было много мужчин. То есть, вас волнует в какой-то степени ее непостоянство. И, конечно, конечно, нужно понять, почему вас это волнует, почему вас волнует ее непостоянство, почему вас волнует непостоянство человек. Как правило, это бывает тогда, когда человек сам на себя полагаться не готов. Такое бывает. То есть, вам необходимо ответить себе на следующий вопрос. Что для меня значит тот факт, что у женщины было много мужчин. Вот. Что для меня это означает? Вот. То есть, именно, именно в таком ключе вам желательно себя спросить. Спросите. Понимаете? Дальше. Дальше. Предложила мне с ней строить отношения. Я согласился, потому что она мне очень понравилась. Ну, вот. Вы знаете. Вот. Вам. Она понравилась. А у меня есть ощущение, что вы пытаетесь ее переделать. Вы говорите, что вам она нравится. А у меня есть ощущение, что вы хотите ее построить. под свои представления о, там, там, ну, о женщинах. Да. Вы хотите переделать ее под себя. Я боюсь, что в таком случае о симпатии говорить мы не можем. Я боюсь, что мы можем говорить в этом случае только о вашей нуждаемости. Вы подобной женщине. Мы можем говорить о вашей симпатии, как о потребности в ней. Но не о том, что вы, к примеру, хотите для нее что-то делать, что вы готовы для нее что-то делать. Просто так. Самое главное мы не можем говорить о том, что вы принимаете ее вот до конца. Такой, какая она есть. Так что, здесь я вынужден спросить у вас относительно природы вашей симпатии. Что вы имеете в виду, говоря о том, что девушка вам понравилась. Что вы их подразумевает, что вы вкладываете в симпатику. Дальше. Мне сорок плюс, одиноких детей нет в разводе, своя квартира и т.д. Ну, смотрите. У вас ситуация в какой-то степени схожая. Потому что вы также разведены, получается. И, на мой взгляд, наша задача определить более глобальные моменты вашего поведения, приведущие к тому, что вы в разводе. Что вы чувствуете себя одиноким. Вы можете, конечно, сказать, что я не одинок. Но слово, которое вы использовали, говорит само за себя. Я вам в этом смысле предлагаю здесь не спорить, да, а смотреть на ситуацию как-то вот в позициях, ну, больше исследования, в позиции больше изучения, в позиции больше познания, может быть, самого себя. Если вы сорок лет один, если вы разведены, то совершенно очевидно, что какие-то ваши действия к этому вас привели. И наша с вами задача, как психолог, в частности, поисследовать эти наши моменты и понять, что вас привело. Дальше. Стали встречаться на ближние два раза в неделю, потому что загружены работы и занимаемся всех. Ну, в принципе, в принципе, здесь встает вопрос только об одном. Что между вами общего? Вот какой вопрос у меня появился. То есть насколько много у вас общего? Насколько много вещей вас объединяет? Вообще. Потому что, ну, согласитесь, точек пересечения пока мало. А вы уже, ну, вам не двадцать лет, чтобы на одной только страсти устраивать, взаимодействовать свое. Дальше. Что привязывается к ней с телом и душой? Привязываться в чувствах. Игорь. Что вы вкладываете в выражение «привязываться с телом и душой»? Привязываться означает становиться зависимым. Привязываться – значит нуждаться в человеке. Привязываться – значит переносить на человека то, чего вам хочется. Привязываться – значит перекладывать на человека ответственность за свои желания. Вот что такое привязываться. Нет, 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 конечно, конечно вы, если проживете с человеком десять лет, если проживете с человеком даже пять лет вместе, конечно вы будете испытывать примязываться. Это нормально. Но, где скорее дело привычки, коль мы говорим о привязанности. В данном случае речь идет о том, что вы вместе не живете, женщина приезжает к вам два раза в неделю. Почему-то приезжает к вам именно она, а не вы к ней. Вот, ну или хотя бы чередовать. И все. И привязанность здесь, очевидно, развивается слишком быстро. Я не с целью вас обвинить, это говорю. А именно для того, чтобы вы увидели, что очень много здесь в отношениях субъективного, очень много в отношениях с вашей стороны требований, переносов, волнений, переживаний, страхов. Но, все это ваше, все это ваше, не женщина, а ваше. У женщины тоже есть, конечно, трудности, с этим спорить не имеет смысла. Но, извините, она пока что делает то, что хочет делать. И ведет себя так, как хочет вести. Она свободна. Вы, нет. Дальше. Что признавать ей в чувствах? Опять. Вопрос. Если вы признаете девушке в сердце, чего вы ждете от нее? Вы ждете того, что она обязательно должна вам признаться в ответ? Или как? Чего вы ожидаете? Вот у меня возникло такое чувство, что вы ждете именно ответных чувств. То есть, если я тебе признается, то и ты мне должна признаться в чувствах, что уж такой, дашь на дашь получается. Это немножко не так работает в отношениях, по крайней мере. Но у вас получается работает примерно так. Итак, какие ожидания возникли у вас, когда вы признались ей в своих чувствах? И возникли ли они у вас вообще? Вообще. Чего вы ждали? Вообще. Вот ее. Дальше вы пишите следующее. Но мне ждало напрягаться, что завистья тут год, я ни разу так и не услышал от нее раскрылых и теплых слов. Ну а про любовь я вообще не молчу. Смотрите. Если вы говорите, в принципе очень хорошая вещь. Вы говорите, меня стало напрягать. Вы говорите очень правильную вещь. Действительно, действительно, напрягать стало вас. То есть, именно вас стало напрягать отсутствие с ее стороны каких-то проявлений. Но извините, а чем вас это стало напрягать? Какие эмоции появились у вас, когда вы почувствовали напряжение из-за этого? Ведь это же ваши чувства, это ваши ощущения. Не девушки, а ваши. Дальше. Как-то я задал ей вопрос по поводу ее чувства, на что она мне ответила. Ты знаешь, меня жизнь научила быстрее не поддаваться чувствам эмоций. А почему вы вообще ее о таком спрашивали? Понимаете ли вы, что спрашивая, спрашивая у такой женщины про чувства к вам, вы, в общем-то, проявляете неуверенность в себе. И неуверенность в себе, ну, достаточно сильна. По большому счету, вы говорите, я хочу от тебя больше, чем ты можешь дать. Это первое, что вы говорите. Второе, что вы говорите, это то, что я не уверен в том, что ты меня ценишь. То есть, я не уверен в своей ценности для тебя. Понимаете? Какая штука. И вот, как бы, если женщина такая, не любит слабости, не любит каких-то таких, акцентов на эмоциях и прочее, на чувствах, что как бы, ну, логично вытекает из ее поведения, да, из того, что у нее, ну, не было семьи и всякое такое. Ну вот, и про опыт, в принципе, она говорит, что вот у меня такой не самый приятный опыт, да, не самый лучший опыт. А вот, ну, вы просто выставляете себя крайне неуверенным в этой ситуации. И все. Идея в том, что вы выставляете себя слабым. А женщине, всего ряда причин, вы слабый, не нужны. Хорошо это или плохо, мы сейчас не говорим. Мы не говорим сейчас о том, нахорошо ли это или плохо. Мы говорим исключительно о том, как вы себя профессионируете. Вот, ну, а профессионируете, да, вот, таким образом. Я бы сказал, образом, ну, достаточно негативно. Вот. К сожалению, к сожалению. Есть такие женщины, которые не любят слабых мужчин. Дальше. Вопрос. Зачем ты тогда предложила мне строить с тобой отношения? Ну, собственно, вы и продолжаете, продолжаете, вот, извините, да, может быть, такое грубое, ну, за грубое высказывание, но вы продолжаете рыться за могилу. Вы продолжаете, как бы, пытаться получить определенность в отношениях с ней, вот, что в целом является крайне нежелательным, потому что она, совершенно очевидно, старается отношений избежать, ну, чувствуя избежать, точнее, вот, у меня отношения, как-то как, чувствуя, старается избежать. Вот. То есть вы приводите ее к тому, от чего она, в принципе, пытается отказаться. Дальше. А потом пошло-поехало. Я сомневаюсь, умнее, чувству к себе, да, потому что она увидела, что вы пытаетесь ее к себе привязать, и начинает выстраивать барьеры между вами. Дальше. Я промолчал эту обиду. Почему это обида? Ну, человек так чувствует. Чем вас это задевает? Как вас это задевает, Игорь? Дальше. Через пару месяцев я тебя не люблю, опять обиду. Я опять промолчал. Ну, не очень понятно здесь, чью обиду вы имеете в виду. Если свою, то из-за чего? Если ее, то на что? То есть, как-то, как-то вот, не очень, не очень понятно, что вы имеете в виду вообще. Вот. Дальше. Через месяц не могу я тебе врать, что люблю тебя. Но это правда. Как-то гуляли на берегу моря, и она сказала, вот на время счастливые пары и завидуюсь. Чтоб мне как в душе плюнули. Опять. Почему? Видите, вы постоянно цепляете от нее негативы. Вы постоянно как бы на себя приносите то, что она говорит. Вы постоянно на свой счет применяете то, что говорит она. То, что к вам прямо не относится. Что говорит о неустойчивости ваших представлений о себе, неустойчивости вашей уверенности в себе. И, возможно, потребности в некой обратной связи. Я согласил ее, почему ты не выходишь от меня. Видите, опять. Да, то есть как бы, ну, жертвенная позиция. То есть вы не свою позицию предлагаете, например, сказав для меня неприемлемо то, что человек, который находится со мной в отношении, так говорит. Все. Это была бы ваша позиция. Нет. Вместо этого вы как бы перекладываете на нее ответственность за, ну, за то, что происходит. Дальше. Меня что-то влечет к тебе и продолжает спать со мной. Будто все хорошо. Ну, а вы позволяете ей спать с собой игры? Поставила лайк незнакомому мужчине в сертифике, когда спросил, кто это. И почему ответила куда-то. Лидишь, кому хочу, тому и вставлю. Это финиш. Но финиш для вас. И важно, чтобы вы выразили то, что для вас это неприемлемо. То, что вы выразили свою позицию. Чтобы вы выразили именно свою позицию, Игорь. А вы перекладываете ответственность, повторюсь, на девушку. Как можно что-то строить с таким отношением ко мне? Низбор, у вас есть свои представления об отношениях у нее свои. И вам, если вы хотите быть с ней, нужно безусловно ее принять вместе с ее представлениями, либо не принять и не строить с ней отношения. И здесь, на первый план, выступает именно вашим премиалом, который составляет желание. Далее. Например, может мне рассказать, что на работе в одном кабинете нет, с ней мужчина завалирован и признает, что она его возбуждает. Я пойму, как такое можно рассказать мужчине, с которым ты строишь отношения. Игорь, дело здесь в том, еще раз повторяю, как вы позиционируете себя. То есть, вы не высказываете доступ для вас приемлемо-неприемлемо, а только высказываете, демонстрируете обиду, демонстрируете негатив, демонстрируете тревожность, что не усиляет в женщину ощущения, что на вас можно опереться. Вполне вероятно, что это определенная проверка вас. Она смотрит, насколько вы устойчивы. Вы эту проверку не проходите, и она от вас отдаляется. Дальше. Я после всего вышеописанного перестал ей доверять. Нет, вы боитесь боли, боитесь быть брошенным, боитесь измены. Из-за этого вы перестали доверять. Вы не доверяете себе. Говорят, что я выношу ей мозг ревну. Я согласен, но что послужило такому результату? Вы очень неуверенны в себе. Ревность – это про неуверенность, про страх одиночества, про сравнивание себя с другими людьми. Ну, людьми и мужчинами. Вот про что ревность. Думаю, что ее отношения ко мне нет. Вы перекладываете ответственность на нее? У нее в отношениях нет стройных ответов, да или нет. Всего неопределенности неизвестны. Слушайте, если вы хотите определенных ответов, да или нет, вам нужны смешные отношения с ростом. Вы извините. Каждый день женщина. У женщины никогда нет неопределенности. И опять же, задайте себе вопрос, а почему мне нужна определенность с ее стороны? Почему мне не хватает своей определенности? Но она не уходит от меня. Это означает, что я ее раздражаю по всяким мелочам. Но это связано с тем, что она чувствует, что вы пытаетесь ее привязать к себе. Понимаете, что только время драться, что надо уходить. Скажите, а вот как связано построение отношений и трата времени? Для вас отношения – это что? Инвестиция? Очень привязался к ней. Чем? Чем? Что меня ждет, если я стану с ней и буду терпеть такое отношение к себе? Но она будет все меньше и меньше восценить. Пока она просто не начнет жить на два фронта. Если вы не измените. Что касается помощи, то это психотерапия, Игорь. И психотерапия в первую очередь с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.